Вы когда-нибудь видели красные саморезы? Это часть превращения российской проволоки в крепеж. Самое главное – закаливание самореза в высокотемпературной печи. И потом очень важная процедура – резкое его охлаждение. Охлаждается саморез в специально подготовленной стариной воде, что придает ему определенную прочность. Поэтому он получается крепким, не в пример китайским, к липким собратьям. С такими бойцами Виктор Кретов планирует завоевать рынок Северо-Запада. Сегодня 10 человек на 10 станках выпускают 10 наименований товара. Мы делаем в секунду порядка 20 саморезов. На 5 миллионов рублей в месяц. А хочется кратного увеличения. Нужна земля или готовые площади. Но таких в районе Виктор Кретов не нашел. В Министерстве экономики есть программа, которая возмещает расходы на строительство и оборудование помещения. Но чтобы попасть в нее, нужно инвестировать в стройку от 25 миллионов рублей. В данном случае это пока невыполнимо. Второе. Мы могли бы вам предложить займ в фонде развития промышленности. У нас там ставки. Вот сейчас Амкадор получил на федеральном уровне займ под 1%. Компактное, конкретное предприятие. Настоящий малый бизнес. Работает с февраля 20-го. Минэк поддержала его еще при рождении. Выдала грант на приобретение станка. 500 тысяч рублей. И весь год, год пандемии, государство не оставляло производства. На компенсацию затрат на оборудование предприятие получило еще более 2,5 миллионов. В целом поддержка малого и среднего предпринимательства – это одна из наших важных задач. Министерство экономического развития. И вклад малого бизнеса в экономику, он уже существенный. Если говорить об инвестициях, то это порядка 27% по прошлому году. Инвестиции сделал малый бизнес. И, конечно, налоги и рабочие места. Кстати, на Онерском саморезе только местные кадры.